На алматинских заправках сплошь и рядом обман, говорят метрологи. Марки бензина подмениваются одна на другую. Вместо высшей продают среднюю, вместо низшей чуть ли не дистопливо. Именно на этом и попались владельцы АЗС Энерджи Насаина Домостроительной. Бензин марки премиум 95 не соответствовал заявленной марке. Экспертиза выявила, что это был бензин с октановым числом 92,5. Также при проверке выяснилось, что АИ-95 фактически составил 87,6, АИ-80-75. За обсчитывание клиентов владельцы Энерджи отделались с предупреждением и довольно скромным штрафом. Всего 76 тысяч тенге. А на этой заправке Акжол, что возле Корсити, вместо 80-го бензина продавали аж 71-е. За короткое время дельцам удалось реализовать больше 3000 литров и откупиться штрафом всего в 67 тысяч тенге. Как правило, основными причинами нечестной торговли продавцы ГСМ называют неподъёмные цены поставщиков и жёсткий контроль со стороны антимонопольного ведомства. Отсюда и получается, что легче всего надуть клиента и отделаться штрафом. Изъять непригодный товар либо закрыть такую точку проверяющим не позволит законодательство. Мы не можем приступить к закону. Если сказано, что административный штраф для малого бизнеса составляет от 20 до 30 мрп, то так мы и выписываем. Хотя по-хорошему закон надо ужесточать. Только в мае сотрудники городского департамента техрегулирования и метрологии проверили 22 автозаправочные станции. Нарушения нашли в семерых. Их оштрафовали на 430 тысяч тенге. Партия некачественного топлива на сумму 4,5 млн тенге запрещена к реализации.